Значит, наша задача, как инвестора, оценить всю эту ситуацию, базируется она на одном единственном постулате, то есть это эффект масштаба. То есть при том, что есть маршрут у Томска Автотранса, но нет автобусов, значит нужно дать эти автобусы, чтобы они встали в графике и повезли в ручку. В данном случае проблемы Томска Автотранса мне известны. Почему, получается, вот по факту инвестор ничего не сделал? Вот почему? Что за проблемы у инвестора-то возникли? Он же приходил, как говорил губернатор, и с деньгами, и с автобусами. Ну, во-первых, мы по этому поводу информацию давали уже более двух месяцев назад, официальную. Значит, почему и что вовремя не получилось. Значит, поправлю вас. Изначально бизнес-план предусматривал 103 автобуса, исходя из той маршрутной сети, которая располагает Томск Автотранс. По рекомендации администрации Томской области после проведения там тщательных мероприятий, связанных с уточнением всех возможных показателей, остановились на цифре 78 автобусов. Это 78 автобусов, общая поставка для решения вопросов Томск Автотранса на период реализации проекта в течение полутора лет по этапной поставке. Первое сразу же было обозначено в момент подписания соглашения, что речь идет об июне месяце 2016 года в количестве 22 автобусов. Вот так было распланировано, значит, и никаких там на тот момент переносов корректировок не возникало. Значит, почему не получилось в июне? Значит, первое, когда мы 16 декабря 2015 года презентовали эту программу с участием всех партнеров, которые подписали соглашение о том, что они участвуют в этом проекте, значит, был расчет на два основных таких момента. Первое, это расчет на скидку, которую предоставляет Минпромторг производителям газомоторной техники, а она существенная была той цены, которую заводы выставляют покупателям. И мы учитывали в бизнес-плане именно по стоимости техники с учетом вот этой скидки. И второй момент, это партнер программы группы ГАЗ, производитель автобусов в Российской Федерации, который по нашей заявке после оценки необходимого вида моделей автобусов сформировал программу поставок по срокам, по моделям, значит, по всем характеристикам, которые мы для них предъявили. В итоге, на начало года 2016-го, находясь вот именно в этих соглашениях, значит, мы занялись вопросами оттачивания позиций бизнес-плана совместно с администрацией Томской области, который у нас закончился только в апреле 2016-го года, значит, что прошло уже целый квартал. Второй момент, постановление правительства о предоставлении этих скидок по линии Минпромторга вышло только 12-го июля 2016-го года, было подписано. Фактически, все это оно увидело только 19-го июля. Соответственно, уже середина года, даже уже вторая часть его пошла. Программа производственной группы ГАЗ уже была сверстана, естественно. И вопросы, которые обозначались на начало года, с надеждой, что в первом квартале все будет решено, конечно же, явно было пересмотрено в середине года на предмет уменьшения и отказов, потому что заводы работают, ждать они там каких-то моментов, связанных с Томской губернией, не будут. И поэтому они прислали нам уведомление о том, что они заявлены на начало 2016-го года, программа поставок, они ее меняют в одностороннем порядке. Такого количества таких моделей они не дадут, а дадут только то, что на сегодняшний день готовы из того, что еще могут произвести и, как сказать, не раскуплено до конца года. А вы все 78 там предполагали? У нас, да, у нас была программа, только основана на отечественных автобусах. А на какие средства изначально собирался регион Транс приобретать эти автобусы? Регион Транс не скрывал изначально, что вопрос стоит о привлечении финансовых институтов для обеспечения поставки этой техники. Что значит финансовых институтов? В финансовых институтах у нас одно понятие, это или банки, или лизинговые компании. То есть своих денег не было у регион Транс? А мы этого и никогда не говорили, что у нас есть свои деньги, никому. Сейчас вы финансовые институты привлекли для покупки этих автобусов? Автобусы есть, именно по этой схеме они покупаются. Сколько автобусов куплены? На сегодняшний день 5, до конца года поставлено было в Томск еще 15, то есть как была скорректирована программа 20 автобусов до конца года, так она и выполняется. Пять автобусов у кого приобретено? У группы ГАЗ, у дилера группы ГАЗ. У Бауэра? Это дилер группы ГАЗ, а может быть Бауэр, Сидоров, мне без разницы. Я просто уточняю. Группа ГАЗ, официальный дилер. Кто сейчас платит вот эти 75 тысяч аренды? Томск Автотранс. А вы что-то заделаете? Простой слушатель, зритель задаст вопрос. Что, значит, что делаем? Почему тогда Томск Автотранс? Зачем тогда Томск Автотрансу регион транс, если платит за аренду все равно Томск Автотранс? А потому что Томск Автотранс сегодня ни одному финансовому институту не интересен, как деньги приобретатель, в силу своих показателей. Подождите, а вот эти два автобуса, которые по программе «Доступная среда», насколько я знаю, кредит взял Томск Автотранс и выкупил их первоначально? Томск Автотранс оплатил первоначально заказ автобусов из собственных средств. Это первое. Второе, оплатил их окончательно и по федеральной программе областная администрация с федерального бюджета. То есть, получается, сейчас пока платит только Томск Автотранс. Регион транс что делает тогда? А. Вы кредит не берете, получается. Вы говорите, что Томск Автотранс не ездит на регионах. Не, подождите, что вы меня куда-то уводите, совершенно в другую сторону. Я вам сказал, 5 автобусов приобретено первым. Регион транс. Регион транс. А Томск Автотранс оплачивает их? Он их взял в аренду. В аренду, ну, а вы как тогда их приобрели? А как они оказались в Томск Автотранс? Кто-то подарил, что ли, эти автобусы? Они берут в аренду у дилера. Я не понимаю тогда в этой цепочке, что вы делаете? Регион транс приобрел эти автобусы. Купил? У дилера. И сдает Томск Автотранс в аренду? Сдает Томск Автотранс в аренду. По вот этому бизнес-плану, как вы предполагали как-то рассчитаться, ну, коли вы берете Томск Автотранс, но по руки? Нет, не предполагали. Кредиторская задолженность нас не интересует. Не интересует. Абсолютно. И не интересовало сразу, я же не видела, просто это было. Это сразу было сказано. Почему вы должны платить какие-то чужие долги? Мы сегодня Томск Автотранс даже ни одного колеса в собственности не имеем. За счет чего будет прибыль на вот этих маршрутах Томск Автотранс? За счет применения газомоторного топлива, снижающей издержки на эксплуатацию в три раза. За счет контроля за пассажиропотоком и полной сдачи кассы со стороны водителей. И за счет увеличения масштаба деятельности. Они абсолютно точно везут прибыль. Что потом съездится на общехозяйственных расходах всего Томск Автотранса, уже другой вопрос. Это достигается только на эффекте масштаба, уже в третий раз вам говорю. Три автобуса Автотранс не вывезут в плюс. И десять не вывезут. То есть за полтора года, год уже прошел, то есть получается основная масса придет в следующее полугодие нового года автобусов? Да. Что-то может этому помешать? Все что угодно, вплоть до метеорита. Поэтому что я буду говорить? Наши планы не меняются, мы свою работу делаем. Вы делаете, но вы условия договора-то не соблюдаете. А там были как-то обговорены, что если вы не соблюдаете условия договора... А такого договора нет. Но вы соглашение, хорошо? По условиям соглашения... Соглашение не предусматривает такие вещи.